Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продаже появился набор из восьмерки и девятки, за который просят 15 тысяч голды. Я не знаю, честно говоря, насколько данная цена адекватна. Мне хотелось бы услышать и ваше мнение в том числе по данной теме. По одной простой причине, потому что я, допустим, считаю, что данный ценник это прям совсем в притирку. Сейчас попытаюсь объяснить. Дело в том, что АМХ, сам первый прототип, эта машина неплохая, но это девятка и я бы не сказал, что прям действительно суперкрутая и чем-то выдающаяся. И просят за нее 10 тысяч в практически голом состоянии. Да, открытое все оборудование позволит вам сэкономить в районе где-то 2,5 миллионов серебра по грубому подсчету. Что же касается Шкоды Т-56, то Шкоду Т-56 за 7 тысяч, ну в принципе можно брать, с учетом того, что оборудка эта экономия где-то в районе 2 миллионов серебра. Ну а сам тяж довольно неплохой, он тоже ничем не выдающийся, ничем не уникальный, просто обычный тяжелый танк. Что же касается набора за 15 тысяч, то здесь вам необходимо хорошенько себе голову почесать перед тем, как принять решение покупать или нет. А именно, точно ли вам нужны данные 2 машины или может вы хотите чего-нибудь другого. В целом сам набор неплохой, 2 легендарных внешних вида и если на АМХ внешний вид меня вообще не цепляет, ну какой-то он такой, знаете, никакой, по крайней мере по моему вкусу, не приходится ко двору. Ну а вот что касается Т-56, то какой камуфляж на него не надень, все равно в любом случае он не будет лучше выглядеть, нежели в своем легендарном внешнем виде, который разрабатывали специально для него и после этого вы будете еще и гордое имя Голем носить в бою. Короче говоря, по внешнему виду Шкода в своем легендарном каму действительно заходит на все 200. Что касается всего остального, по целых 20 штук X5 на каждую из этих машин, солидно прокачаете элитный опыт экипажа и не только. Но что касается бустеров, то не пожадничали разработчики, по 25 штук, 4 видов эпических бустеров положили в комплекте. Ну и опять-таки, то же самое открытое оборудование. Что касается аватара анимированного, есть да и есть, внимание, как обычно, на него не обращаю никакого. Также стоит отметить, что в ближайшем обновлении должны перевести АМХ-31 прототип, давайте просто АМХ-ом его буду называть, из статуса премиумных машин в статус коллекционных. А это значит, что потом вы сможете его продать. Но не спешите радоваться, если ценник будет стандартный для девяток, а я думаю так это и будет, то девятки коллекционные, как вы знаете, продают за 5000 золота. Если вы возьмете этот набор для того, чтобы потом АМХ-а продавать, то тогда получается, что все, что здесь находится, вы получаете за 10 тысяч. Покупает Шкоду с легендарным внешним видом за десятку, но это опять-таки в придирку, потому что если вам легендарный внешний вид нужен, то за него вы тоже прилично голдишки отдельно отдадите. Что касается АМХ-а, выкачу его из ангара в следующем видео, а в этом видосе мы с вами выкатываем из ангара Шкоду Т-56. Что машина собой представляет по техническим характеристикам? В любом случае, в описании к видео я положил ссылочки на дополнительные обзоры, как на Шкоду, так и на АМХ-а. Не поленитесь, зайдите, посмотрите. Что касается орудия, меня больше всего удручает время сведения на данном танке, оно составляет 5,6 секунды. И это при том, что у меня в оборудовании в двух слотах стоит улучшение именно этого показателя по орудию. Это прям жесть жестокая. Что касается разброса, он тоже довольно-таки великоват, практически 0,4. И несущественный ДПМ для восьмерки в 1860 единиц. Все благодаря тому, что перезаряжаетесь вы тоже довольно-таки долго, 14,5 секунд с учетом досылателя. И при этом всем вы накидываете 450 единиц альфы. Многие танки на восьмом уровне дают по 400 единиц урона, имеют меньшее время перезарядки и более приятное время сведения. Это действительно факт. Что касается угла склонения орудия вниз, минус 8. Довольно-таки приятный угол склонения, с ним действительно комфортно играется. Ну что, поехали, посмотрим, на что Шкода способна-то в реальном бою. Ну что, ребят, поехали. И давайте сразу, забегая наперед, отмечу, наверное, один из самых важных моментов, касающийся всего данного видео в разрезе Шкоды. Я больше буду говорить о недостатках данной машины, нежели о позитивах. Потому что эти недостатки, они настолько велики, что вам просто необходимо о них знать. И первый недостаток данной машины, как я уже говорил, это время сведения. Дело в том, что на Шкоде играть на средних и на дальних расстояниях просто немыслимо. Ну, по крайней мере, для меня. Нет, я, конечно, видел красивые бои на этой машине. Я видел, как ребята вытаскивали, можно сказать, проигрышные катки. Но при этом всем я, сколько ни играл на данном танке, ну, не получаю от него массы какого-то удовлетворения. Во-первых, я не могу сделать нормальное количество урона за бой, потому что перезаряжаюсь целых 14,5 секунд. Во-вторых, когда я сделал выстрел, или если я, допустим, постоял за каким-то укрытием, и сейчас мне необходимо выехать и дать выстрел по своему сопернику, который не находится прям впритык ко мне, то мне необходимо выехать, постоять, подождать, пока эта зараза сведется, дать выстрел, получить в ответ, потому что по-другому не получается однозначно, а порой даже получить тычку раньше, чем это сделаю я, и только потом откатываться на 14,5 секунд. Но я не то, чтобы буду говорить исключительно про негативы в данной машине, безусловно, есть и позитивы. Позитивы это вполне себе интересная и порой довольно прикольно показывающая себя броня. Она здесь есть, да, пускай и не везде, да, и пускай и не инбовая, но она присутствует, и есть действительно приятная классная подвижность. От этого тоже многое в боях зависит. Ну вот сейчас, пожалуйста, сработала броня довольно-таки неплохо, и я получил непробитие от ВЗХи-122. Но все же, я в первую очередь всегда оцениваю играбельность машины в комплексе, в целом. И если, допустим, говорить о... возвращаясь к теме о орудии, то орудие далеко не самое лучшее в игре. Я бы сказал, что, наверное, одно из самых худших орудий на восьмом уровне. Кто-то напишет мне обязательно в комментариях по поводу того, что ГСН, ты не прав, ну а может даже и с матюками. Тут целых 450 единиц, это альфач. Нет, ребят, это не альфач. Я понимаю, если бы у меня такое время сведения было, и такое время перезарядки, и я при этом выкатываясь, тыкал бы где-нибудь эндок на 600 единиц. Тогда да, тогда вопросов нет. Ну а когда я выезжаю, получаю тычку на 300 или 350 от какого-нибудь соперника, и при этом я наношу в среднем 450 единиц в ответ, ну не очень как-то приятно. Да, я понимаю, размениваемся ДПМами, вроде бы в мою пользу, но, блин, кайфа и удовольствия от этого нет абсолютно никакого. Не знаю, может мне конкретно данная машина не подходит, или может быть это машина, которая до сих пор для меня не раскрылась в полном объеме, и я до сих пор не понял, как ее реализовывать, но бой вы видели сами. 1800 с копейками единиц нанесенного урона, да, действительно неплохо танканул несколько выстрелов от соперника, при этом, что касается нашего фарма, то 53 тысячи чистоганом, и это с учетом того, что у меня есть активированный прем-аккаунт. Если бы прем-аккаунта не было, то понятное дело, что мой результат был бы существенно ниже, а именно на целых 20 тысяч. И это я еще, ребят, голдовые не использовал. Что же касается моей результативности в команде, то, как вы видите, это третье место в команде по урону, и, ребят, я не знаю, как у кого из владельцев Шкоды Т56, но у меня реально не получается никогда выходить из боя с результатами в районе двух с половиной тысяч. В основном танцуешь в районе двух тысяч урона, и это, ну не знаю, просто как сталая какая-то. Что касается квеста, то параллельно с заценом машины мы еще с вами и квестик выполнили, но контейнеры, я думаю, открою немножечко позже, потому что у меня очень сильно на компе тормозит хранилище, и не хочу на это тратить время. Что же касается самого набора, то я бы сказал так, для кого-то в этом наборе потенциально спрятано дополнительных 5 тысяч золота, но только для тех ребят, которые готовы приобрести себе Шкоду Т56 за 10 тысяч золота в комплекте с бустерами и 20х5, ну и открытым всем оборудованием с легендарным внешним видом. Вот такой вот наборчик, вот такая вот Шкода Т56, и поверьте, вам есть над чем подумать, перед тем, как принимать решение о приобретении как Шкоды отдельно, так и набора в целом. Посмотрите другие мои видео, ссылочки положил в описании, пошел снимать для вас специально АМХ, а вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok